Моя, таролог и парапсихолог Анастасия Велесова. В это грустное, суровое время, вот казалось бы, был коронавирус, всё, уже привыкли к коронавирусу, на тебе война. И кто знает, сколько эта война продлится. Я по этому поводу, к сожалению, не буду давать предсказания, поставила ясеное табу, но у меня ранее было снято видео, когда закончится война в Украине, так что можете его посмотреть. Ссылку на это видео я оставлю в текстовой строке под этим видео. Вот, и, короче, поговорим о том, как нам выжить в этой войне. Что нам нужно сделать, чтобы как бы не умереть. Ну, начнём с того, что... Ну, вообще, чтобы не съехала крыша. Во-первых, ну, как ни крути, нужно меньше читать новостей, да, понятно, что там... Вы всё равно то, что нужно, вам узнаете. Если вы находитесь, допустим, в зоне военных действий, и вы в любом случае узнаете, что у войска поступают, ну, надо стараться максимально сохранять ладнокровие, в первую очередь, меньше поддаваться всяким этим паникам и эмоциям, как хотите, надо выключать эмоции, потихоньку делать всё для того, чтобы выжить. И вы должны для себя чётко понимать, что люди, которые герои, это люди практически самоубийцы, да. То есть, чаще всего люди уже психологически не выдержат вот этого давления войны, вот этого всего, что накопилось, что им уже проще умереть. Понимаете, смерть — это тоже в какой-то степени наш выбор. Если человек захочет выжить, он выживет. Ну, по крайней мере, всегда можно взять и уехать в более безопасное место хотя бы. А ну вот если вы солдат, и вы идёте на войну, вы вынуждены воевать, то же самое. Мы максимально стараемся психологически быть устойчивым и хладнокровным. Если вы будете психологически устойчивым и хладнокровным, не рубить с плеча, то большая вероятность того, что вы выживете. Ну, я, как традиционно в конце говорю, заговор оберег, который вам поможет оставаться в этом мире ещё какое-то время. Вы каждое утро просыпаетесь, чертите мысленно впереди себя крест и сзади крест. Вернее, ну, справа крест и слева крест мысленно. Вот мы представили. А тут мы представляем Иисуса Христа, а сзади Божьей Матери. И говорим, Иисус Христос впереди, Божья Матерь позади, всё святое по краям. Аминь. Сегодня со мной ничего не случится. Вот. Этот коротенький простой заговор, в принципе, будет каким-то для вас оберегом в это сложное время. А на этом, пожалуй, всё. Подпишитесь на мой канал везде-везде. Ссылки оставлю под этим видео. Всегда ваша Анастасия Велесова. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»